73 года назад американцы сбросили ягодную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Там погибло 100 тысяч человек, потом к концу 45-го года еще 130 тысяч человек. То есть жертвы были страшные совершенно. Потом бомбы стали создаваться как грибы. Советский Союз создал бомбу Франция, Великобритания, сейчас она есть в Пакистане, в Индии и так далее, и так далее. Мир заполнился атомными бомбами. Скажите, пожалуйста, какой вывод должен сделать мир, сейчас наполненный ядерным оружием? С одной стороны, если бы этим ядерным оружием и владела одна страна, поскольку все человечество это сплошные эгоисты, то тогда бы эта страна диктовала бы волю всему человечеству. Если этим владеют разные страны, то они находятся в равных состояниях. И тогда они сдерживают друг друга. То есть вы считаете, регуляция существует? Конечно, регуляция существует. Разве Америка и Россия не думают, не подумают дважды прежде, чем сбросить какую-то бомбу или там запустить ракету? Они понимают, что то же самое будет немедленно для них. У американцев существует 600 баз во всех странах мира. Понимаешь? То есть это даже не с территории Америки. И вдруг любая страна, которая выступает против них, получит удар со всех сторон. Так что я считаю, что на сегодняшний день ядерное оружие служит очень хорошим оружием сдерживания, инструментом отдаления тебя и меня. Если мы оба и владеем такими, это не то, что когда-то шли в рукопашную, а потом стреляли немножко дальше, а потом артиллерия еще дальше, а потом ракеты там, самолеты еще дальше. А сейчас уже мы пытаемся быть вообще. Как можно, можно дальше друг от друга. Это хорошо. То есть это хорошо для эгоистов? Я приветствую атомное оружие. Ой, вот это хорошо. Да-да-да, потому что оно помогает людям немножко отрезветь. Когда они видят вообще, с чем они имеют дело, это отрезвляется. Здесь раскрыта правда. До какой границы нам можно и заходить, и до какой нет. То есть вы все время говорите, что первая заповедь – страх все равно. Страх, конечно. То есть страх, он правит на самом деле. Да. Если не голод, если не любовь, то страх. А вот скажите, я вам задам такой вопрос, вам как каббалисту. Для чего Творец дал в руки человечеству оружие, которое может уничтожить такие поколения? Для чего он дал? Для того, чтобы человечество отрезвело, чтобы оно поняло, что в принципе надо что-то делать с самим собой. Не с оружием и не с чужим с кем-то, а с самим собой. Потому что все, дошли до состояния, когда… Ну а что дальше делать? Ну нечего. Это обескравливает страны. То есть тратится на это миллиарды, миллиарды, сотни миллиардов долларов ежегодно во всех странах. То есть вы считаете, что человечество придет к тому, что оно измениться должно благодаря вот этому? Конечно, конечно, да, да, да. И вот это благодаря этому оружию? Благодаря этому оно и отрезлеет. Когда ты стоишь против такого же противника, как ты, тогда желательно уже или говорить о мире, по крайней мере, или приходить к нему. Когда каждый самолетик, который ты строишь, он стоит сто миллионов долларов, а в будущем это приближается к тому, что будет стоить миллиард. А за миллиард долларов можно много чего сделать для своего народа. Потратить на науку, на культуру, на технологию, на то, чтобы дать людям жить. Хорошую жизнь. Да, вообще весь мир, он сейчас будет все время больше и больше беднеть. И я думал, что просто не останется другого выхода. Вот придет этот здоровый разум, что это все распределить так на добрые дела? Я надеюсь. Эгоизм он безграничен. Но дело в том, что когда много эгоистов собираются вместе, то они начинают друг друга терзать. И из этого выходит уже какое-то доброе начало. Много минусов вместе дает плюс. Субтитры создавал DimaTorzok